Девочка-пай Шалом, дорогие друзья! В эфире программа «Готовим с Израилем» и я, ее ведущий из Райл Ройтман. Сегодня, как вы видите, речь пойдет о еде. И не простой еде, а о той кухне, которая привезена из Одессы. Я с удовольствием приглашаю сейчас в эфир Пнину Зубареву. Пожалуйста, идите к нам. Шалом, Пнина! Приветствую вас! Итак, приступим. Я знаю, что есть такая страна, которую называют Одесса. Она совершенно не похожа ни на какую из них. Я был там несколько раз и скажу, что не знаю, что за влияние там. И когда меня называли Одесситом, мне даже было приятно как-то. Да, это на самом деле отдельное государство. Это отдельное государство. Итак, в этом государстве есть, потому что я знаю, что также есть фаршировано. Вообще, евреи любят фаршировать все, что под руки попадется, правда? И вот сейчас мы будем фаршировать, как мы видим, дорогие зрители, курицу. Итак, как она называется наидыш? Гефильте гейзеле. Гефильте гейзеле, дорогие друзья. Пожалуйста, запишите себе, потому что нам столько понадобится в этот рецепт, что сразу, если вы не запомните всю последовательность, может не получиться у вас фаршированная шейка, как мы по-русски называем. Итак, приступим. У нас есть свежая, красивая курочка. Что мы здесь имеем? Что это? Ее же печеночка. Куриная печеночка. Здесь я вижу, что у нас есть сердечко ни одной курочки, наверное, да? У нас есть здесь яйца с той же самой курочки, да? Манная крупа и три четвертых муки. У нас есть большой лук и чуть поменьше лук. Как я понимаю, что на нашей программе мы будем не только готовить, но и что-то шить. И что на этот раз? На этот раз ее же. Ее же курицу, да? Да. Ну, пока мы это отложим в сторону. Итак, приступим. Пожалуйста, Пнина, я буду комментировать, и ты сможешь сейчас приступать, как все мы сейчас делаем. Первый и самый важный этап – это с этой замечательной курицы снять шкуру. Снять шкуру. Ну что ж, сейчас мы увидим, как это делается. Ну, приступим. Это совсем нетрудно. Нетрудно. Мы начнем с задней части. Начнем с задней части. С задней части курочки. Да. Что-то нужно нам отрезать, да? То есть я сейчас отрежу. Это называется форшированная шейка. На самом деле берется целая курица к этому, да? Да. Ага. Хорошо. То есть это мы вот здесь все отрежем. То есть это жир, куриный жир, который мы также пригодимся, и мы будем использовать его. Хорошо. Дальше. Можно даже руками, где не получается. Где возможно здесь тоже. Я могу помогать, да? Нет, нет, нет. Лучше не трогать. Хорошо. Иначе мы можем… Да. Лучше вообще, чтобы вот эта вот штучка, она была на самом деле вот с шейкой. Да? С шейкой. Да, чтобы здесь не было дырочек и всего. Если вы ищете курицу и вы хотите сделать фаршированную шейку, ищите ее, где горлышко будет закрыто у этой курицы, поэтому она получится у нас гораздо лучше. Да? И меньше надо будет сшивать. Ах, и меньше нужно будет делать хирургических процедур. Можно попробовать? Можно попробовать, да? Да, конечно, пожалуйста. Какая прелесть. Ой, какие ощущения. Вы знаете… Ой. Ну, вы знаете, я лучше предоставлю вам делать это. Иначе нам придется зашивать со всех сторон. Да. Ножки мы вообще убираем. Мы обрезаем вокруг ножек. Ну, крылышки мы оставляем. Оставляем. Итак, рубашечка у нас уже готова, куриная, поэтому мы приступаем к следующей части. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас все будем резать. Резать. Можно ты, можешь мне помочь? Лук, да. Вы знаете, дорогие друзья, это мое самое любимое занятие. Резать лук. Как мы режем лук? Мелко, на маленький, мелко. Мелко, 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 да? Мелко, да. Мелко, маленькие кубочки. Сердечки. И печень. Печеночку. Пнина, именно вот этот рецепт ты получила как-то по наследству? Или это просто вот пришло из-за такого вот, как сказать, окружения? Пришло из двора, как бы сказать, да? Из месечкового двора. Это рецепт моей бабушки. Рецепт твоей бабушки. Замечательно. Также готовил мой папа, который научил мою маму. Папа. Папа на кухне. Папа на кухне. Мастер и шеф. Моя традиция – это на самом деле корни, которые ведущие из прошлого и через нас проходящие в будущее. Потому что мы принимаем от своих родителей. Родители принимают от своих родителей. Таким образом мы переносим наследство и переносим даже богатейшее, вы знаете, и произведение, искусство. Потому что еда – это не просто как бы средство для того, чтобы каким-то образом занять желудок, да? Но это также какое-то искусство, необъяснимое даже порой. Правда? Правда, ведь это же нужно так вот сочетать это всё и тщательно, тщательно, очень тщательно избавить от всех излишков крови. Потому что, вы знаете, это тоже, опять-таки, в нашей традиции не употреблять кровь, ничего общего не иметь с этим. Потому что мы знаем, что из Торы мы наследовали то, что в крови есть душа. И поэтому употреблять её просто не рекомендуется. Поэтому мы делаем не просто быстро как-то, но и также кошерно в каком-то смысле, да? Сердечки у нас порезаны. Сколько грамм нам понадобится для нашей курицы? 100 грамм сердечек и, наверное, соответствующие 100 грамм печенки. Хорошо. Печень. Также тщательно просматриваем, чтобы не было там ничего лишнего. Да, тщательно, как правило, это всегда меньше. И тоже можно так же положить тоже 100 грамм. Вот взять с курочки. Грудинку. Ага, возможно, сделаем вот таким вот образом. Дорогие друзья, всё, что мы делаем, мы делаем по-домашнему. Поэтому вы можете дома использовать последовательности совсем необязательной. Также на мелкие кусочки, да? Грудинку. Замечательно. В общем, 100 грамм нашей грудиночки мелко нарезаны. Мы можем её отправить, присоединить сердечком. Замечательно. Что мы делаем дальше? Нагреваем сковородку и наливаем туда растительное масло, да? А какое именно растительное масло? Или любое? Какое есть в вашем доме? Где-то приблизительно 2 столовые ложечки. Хорошо. Вот. Есть наши сковородки. И отправляем туда сердечки. Часть лука. Часть лука. То есть часть. Да. Хорошо. Не всё, только половину. Не всё. Это приблизительно так, да? Да. После того, как поджарится чуть-чуть лук, мы пассируем также и эти вот ингредиенты. Я ещё забыла об одной важной детали. Мы срезали жир с курочки. С курочкой срезали жир. Вот тоже нужно мелко порезать, потому что он тоже пойдёт к нам в парш. Вот сейчас точно здесь есть у нас куриный жир. Знаете, опять-таки, в традиции еврейского народа используется куриный гусиный жир, да? Да. Очень часто. Что делает и сочнее, и приятнее, наверное, да? Итак, мы обжариваем несколько минут. На нашей сковородке всё, что мы туда положили. Лук, печень, сердечко и также куриную грудинку. И смотрим, когда куриная грудинка станет полностью белого цвета. Парш, которым начиняется курочка, он должен быть и не слишком ясным, и не слишком мучным. Итак, заготовочка наша уже остыла. Сейчас мы ложим манку. Три четвёртой стакана манки. Тоже пропорции муки. Мука. Перемешиваем. Я могу спросить, соль и перец, это... Добавляется сейчас. Добавляется сейчас, да? Да. Яйца. В данном случае нам нужно три яйца, да? Три куриных яйца. Сюда же. Итак, всё лишнее мы убираем. Теперь сюда же мы добавляем куриный жир и... И лук. Оставшийся лук-то. Оставшийся лук. А, вот оно что. Понятно. Всё, мы посылаем. Спасибо. Отправляем нашу зажарку. Латочка. Спасибо. Спасибо. Как мы привыкли это делать. И обычно делаем это три раза, да? Значит, это где-то будет чуть больше чайной ложечки. Легко с тобой работать, и с вами. Легко с профессионалами. Спасибо большое. То же самое проделаем мы с перцем. Перец я взял умышленно, такой вот крупного помола, потому что на самом деле он тогда имеет вкус. Сейчас мы приступаем к такому ответственному моменту. Кройки и шитья называется, да? Одесские евреи. Конечно, надо всё выложить, да. Это точно. Надо обязательно что-нибудь пошить. Итак, начинаем зашивку. Прекрасно. Пнина, вы хирургом не работали? Итак, основная часть уже прошита. И вы знаете, Пнина так сделала, что даже и шва не видно, а? Да, то есть мы прошили, сделали ещё так, что задняя часть открыта для того, чтобы мы начинили, положили фарш. Понятно. Я могу помочь тем, что я могу держать. Так её, какая она изнутри интересная. Как чулочек. Мы её начиняем. И очень важно, чтобы она не была очень плотно набита. Надо, чтобы она чувствовала себя свободно. Сейчас, поскольку мы уже положили всё вовнутрь, мы должны это всё дошить. Да, как бы дошить. Вот так вот пропускаем внутри саму шею, чтобы она заполнила всё равномерно. Желательно, чтобы она была широкая, чтобы её можно было туда просто по размеру кучки. Мы её сначала опускаем туда, да? Да. Берём нежно-нежно. Очень нежно. Насколько нежно это только возможно, да? Да, я даже читала, что вот таким образом её ложат на марлю, а потом с марлю перекладывают сюда. Ой, вы представляете? Так, сюда. Сколько мы льём? Вот литр, один литр, два литра, три литра. Так, чтобы покрылась шейка. Чтобы так же, чтобы покрылась шейка. Горится лёгий. Но это уже почти подсаливаем. Подсаливаем под конец, да? Да, приготовление где-то через полчаса. Вот она. Давайте зрителям покажем, как она уже прочувствовала водичку. Да. Накрываем крышкой, да? И ожидаем, да? Пока мы будем ждать нашу курочку, да? Мы продолжаем вас знакомить с жителями Израиля. Поэтому я сейчас нахожусь в гостях, гостеприимной семьи, семьи Зубарев. И эта семья, новые репатрианты, или, как мы говорим, те, которые... Олим Хадашим, то есть те, которые недавно приехали в Израиль. Скажите, первые ваши ощущения, когда вы приехали, прилетели, точнее, прибыли в Бен-Гурион, это так называется наш аэропорт, какие ваши были ощущения? Когда мы прилетели, мы сразу почувствовали себя как дома, потому что аэропорт действительно домашний. Конечно, не смущал вас язык, который вы слышали? Ну, его как домашний вы не ощущали с первого момента? Нет. Не ощущали. Незнакомые буквы, еще более незнакомые слова. Тяжело было учиться. Ну, и тем не менее, я знаю, что, Сережа, что ты буквально за короткий срок уже стал говорить. И говорит, как местный. Да. Скажи несколько фраз на иврите. Ну, хороших, конечно же. Для наших телезрителей, чтобы они поняли. Например, что? Например, «Добро пожаловать в Израиль». Врахима Баимли, Исраэль. Мне кажется, что вы оптимисты. Мы оптимисты. Нина, расскажи ты, пожалуйста. Да, мы оптимисты. Трудности есть в Израиле, особенно на первом этапе. Ты меняешь не просто место жительства, ты меняешь страну. Ты меняешь язык, ты меняешь культуру. И это сложно. Период адаптации, он сложный. Но, вы знаете, на самом деле, Израиль любит оптимистов. На самом деле, любое место любит оптимистов. И наш оптимизм, он очень нам помогал в любых трудных ситуациях. И на сегодняшний день я могу вам сказать, что нам здесь очень нравится. На самом деле, очень легко. Уже мы можем так сказать. И язык дается, и к культуре мы привыкаем. И у нас очень много друзей, очень много друзей, очень хороших друзей. Израиль нас принял с распростертыми объятиями. Итак, сейчас мы сделаем еще что-то, да? Сейчас мы сделаем что-то, что уже, наверное, имеет отношение к израильской кухне, да? Мы сделаем кускус. Итак, у нас манная крупа, изготовленная из пшеницы. Вот она выглядит, как маночка, правда? Да. Но она уже полуфабрикатная. То есть, если мы посылаем сейчас нашу кастрюльку, где-то приблизительно столько, вот, то, буквально залив ее кипятком, вы получите уже готовый продукт. Такой вот, необычной каши. Нальем сюда оливковое масло. Ну, приблизительно где-то столовую ложечку. Затем сюда бросим сольку. Перемешаем это, да? Таким вот образом. Затем заливаем кипятком, так, чтобы она покрыла кускус. Вот таким вот образом, да? Вот, она накрыла. И сейчас мы накрываем крышечкой. И ставим где-то на 5 минут. А сейчас, дорогие друзья, я хочу приготовить вместе с вами десерт. И заранее мы уже подготовили шоколад. Мы растопили его в горячей воде. Ну, не буквально горячей воде, конечно же, мы топили. На водяной бане. Правильно. Добавив туда буквально где-то 15-10 грамм еще сливочного масла для эффекта. У нас здесь свежая клубничка в феврале месяце. Хотим заметить, что в Израиле это сезон. Первый сезон. Это первый сезон. И тогда мы берем и обмакиваем шоколад нашу клубничку. Вот таким вот образом. Чтобы первое, когда вы возьмете и пошлете его по назначению, вкус был неописуемый. Надо это делать быстро. Потому что по мере, когда застывает шоколад, это становится делать все труднее. Как это красиво. Ну, как же это вкусно. Еще очень важно заметить, что когда курица варится у нас, ее обязательно надо наколоть. Лучше можно это сделать зубочисткой, обычной зубочисткой. Сделать таких вот накольчиков. А что она дает, если мы накалываем? Если вдруг переборщили с фаршем, чтобы она не треснула и не развезлась. И швы не разошлись, да? Да, и швы не разошлись. Над теми, которыми мы так трудились. Итак, наша курица готова, да? Фаршированная. Или, как сказать, гефильте... Гейзеле. Гейзеле. Гефильте гейзеле уже приготовилась. Мы сейчас хотим вынуть ее из кастрюли и положить сюда на дощечку. Потому что мы ее разрежем, да? Нужно аккуратненько ее... Важно, чтобы дать ей остыть. Дать ей еще остыть. Нельзя ее резать в горячем виде. Какой запах! Неописуемый. Вы знаете, и даже бульон, он даже выглядит аппетитно. Аккуратно ложим ее на дощечку. Даем ей остыть немножко. Видите, какая она красивая. Что мы делаем сейчас? Тот кускус, который мы приготовили, да? Да. Мы сейчас его вынимаем. Сначала... Он уже готов совершенно к употреблению. Итак, на что курица готова. Шейка. И сейчас мы ее разрезаем. Первый слой. Вот так он быстренько разрезает. Какая красота! Одно обязательное условие – это вытащить ниточки, да? Берем, режем второй кусочек. Там... Надеюсь, не... Вот так. Почти что есть. Отлично. Выглядит потрясающе. Потом еще берем немножечко нашего кускуса и посылаем это в рот. Дорогие друзья, это так вкусно, что мы заканчиваем передачу. Это наша традиция. Это чудесные воспоминания запахов, цвета, а самое главное – любви. Мы желаем вам всего самого замечательного. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok